На улице села Дивного был обнаружен кот, пораженный подкожным клещом. Если не покапать вовремя обработку от клеща, то кот вскоре умирает в больших мучениях, так как все это безумно чешется, с постоянными расчесами воспаляется, гноится, отмирают ткани, потом сепсис и летальный исход. Но сегодня мы расскажем вам в невероятную историю, когда кота вовремя заметили и оказали помощь. Впервые отвезла его в клинику. После назначения врача забрала домой в стационарную клетку. Там покапала капли от подкожного клеща, вкусно кормила и далее организм стал преображаться и здороветь. Спустя время обработали еще его от внутренних паразитов и вакцинировали. На него очень быстро откликнулась подписчица Ирина и захотела его приютить. Дело в том, что недавно у нее от старости умер точно таким же окрасом кот и звали его также Филя. В нем хозяйка увидела своего кота, по которому так тосковала. Чтобы отправить его в Самару, мы купили ему билет на поезд с сопровождением проводников и поехали в Невиномыск отправлять. Всем привет! Сегодня Филя едет домой в Самару на поезде. Филя, посмотри, пожалуйста, своими честными глазами в камеру. Вот мы приготовили для него переносочку. Эта хозяйка заказала заранее. Билеты. Филипончик. И через полчаса он уже будет в пути. Надо успеть добежать. Дерется. Как хочет Тома. С кем хочет. Там, правда, если у него будет друг, я побоялась, что он будет с ним тоже драться, но хозяйка сказала, что все будет хорошо, поэтому я буду на это надеяться. Все, Филя, залази обратно с кремом. А, я еще уж приготовила. Это его паек. Миску забыла купить ложем нашу. Пеленки, распашонки и корма. Паспорт забыла. Ну ладно, почту я отправлю, это же не первый раз. Филин паспорт забыла взять. Вот что-то взять не забыла. И вот туда. Единственное, в воду забыла, бутылку положить. И вот так, это пеленки, миска. Вы у нас до Самары. Да, да, этот остается с ним. Так, давайте. Ага. Вы знаете, что у нас без каркаса положено будет? Да. Я уже не первый раз справляю. Отлично. Все хорошо. Спасибо. И вот спустя двое суток мы видим, как хозяйка его забрала. Как он выходит с клетки. Как он сперва забился под кровать от страха нового. Как на него смотрит недоверительным взглядом его будущий друг Васька. Мы его помыли, постригли ногти. Он теперь любит ласку. И давай умывайся, умывайся, Филечка. Давай умывайся. Ну, ласкушка. Искупался. Чистый. Мягкий. В окошко птичков смотришь, да? Как мы любим вот это глазки. Феликс проголодался и кушает индейку. Так, кисуленька. Золотой, спокойный ребенок. Тихо сидит. Берешь его, не кусается, не царапается. Золото, а не котик. Золотой, спокойный ребенок. Феликс. Смотри сюда. Лежит, мышей не ловит, отдыхает. Только покушал недавно. Феликс. Феликс, конечно, иногда так хулиганит, как вы видите. Но все-таки хозяйка кормит его натуралкой. Он поправился, весит 4800. Освоился там. Видео сегодня получилось достаточно короткое. Но думаю, все равно интересное. Всем пока. А завтра у нас будет еще одно видео о пристройстве. Пишите пока в комментариях, как вы думаете, кто еще нашел дом.